Музыка Хоть лето и считается периодом отпусков, для работников культуры это едва ли не самый насыщенный рабочий период. Благодаря этому, как дети, так и взрослые могут весело, интересно и с пользой провести летние дни, даже в пасмурную и дождливую погоду. О культурных событиях лета расскажу прямо сейчас. Музыка Артисты Донбасс-оперы на протяжении целого года радовали жителей города своими спектаклями и концертами. 85-й театральный сезон оказался действительно насыщенным и довольно-таки продуктивным в творческом плане. Впереди торжественное закрытие театрального сезона, праздничный галоконцерт. То, каким был этот сезон, чем он ознаменовался, поделился с нами Евгений Денисенко, генеральный директор Донбасс-оперы. За этот год мы сделали четыре премьеры. Мы поставили оперетту «Фиалка Монмартра», детский спектакль «Буратино», который нам подарил композитор Рыбников бесплатно, без всяких гонораров и гарантий. Мы сделали детское, видите, обращаю внимание, очень много для детей, потому что это большая востребованность. Сделали такое вот путешествие по оркестру. Это опять-таки эстетическое воспитание нашего подрастающего поколения, путешествие по оркестру. И вот у нас эксперимент. Спектакль будет «Да здравствует жизнь» по произведениям Моцарта. Мы восстановили и некоторые спектакли, ну, если там взять, и «Богему» восстановили. Затем «Балетный», «Вальпургевая ночь», «Соперфаус», «Гуно». Сейчас очень большое напряжение у нас будет. Некоторые не верили и смеялись, дилетанты от искусства, я по-другому не скажу, что во время войны в Донецке может быть фестиваль балетного искусства, звезды мирового балета. А он у нас в этом году будет третий раз. Смеялись над нами, когда мы организовали первый во время войны. Прошел в том году второй, в этом году третий. У нас за театральный сезон 169 спектаклей. Обслужили мы 81 тысячу без общественных концертов, которые проходят у нас очень много в театре. Вы же знаете, помимо спектаклей мы очень много различных концертов делаем. И если их было в этом году 13, то в прошлом году их было 6. Понимаете, то есть увеличение такое идет. Из них мы 32 детских спектакля. Мы дали 23 спектакля на новогодних мероприятиях главы нашего государства. Поверьте, театр это специфический театр оперы и балета. Я понимаю, что это другое, может быть, высокое искусство. Но мы стараемся как ближе подойти к нашим жителям. Мы обслуживаем так, что... А почему я говорю обслуживание? Прежде всего 15 общественных организаций. Включая советы ветеранов районов, города, городов, которые в нашей республике. Общественные организации. Прежде всего, затем обслуживаем семьи военнослужащих и прифронтовых районов. Причем это все идет бесплатно, помимо всего. У нас есть вакансии солистов. Мы организовали прослушивание. К нам приехали прослушиваться солисты с Луганска, Донецка. У нас есть наметки. Мы одного солиста-тенора уже берем с Луганска. По другим как раз вопрос будет подниматься, когда открываем 86-й театральный сезон. Добавить нам, так сказать, солистов надо будет. Это была трудность большая, потому что некоторые солисты покинули нас. У нас большая проблема была с тенорами. Вот в 14-м году, в 15-м очень много легло на плечи тенора Удовина. И он через год сорвал, грубо говоря, голос. И нам не хотелось бы, нам надо их беречь, потому что это люди ценные все. На сегодняшний день, да, большая беда, что у нас в балете отсутствует 21 вакансия. Вы же понимаете, что я бы мог показывать в течение недели три балета, а я показываю один, потому что на тех людей, которые остались здесь, лежит такая нагрузка. Это не так, кто просто. Это каждый день должен быть урок, тренаж, и знать спектакли, и восстанавливать их. И помимо того, новые спектакли. Я уж не говорю, что мы и Чиполеина детские сделали, и сейчас пойдет и Вальпурги, о которой мы говорили, а теперь пойдет Ромео и Джульетта. Нужно сказать, что уже сейчас в Донбасс-Опере идет подготовка по возобновлению балета Ромео и Джульетта, который зрители увидят в конце сентября на Международном фестивале звезды мирового балета. Кроме того, в октябре театр отметит свое 85-летие. Знаете, в искусстве всегда красивое слово советоваться и полемика, но порой нужна и жестокая рука для выполнения не только плана, а графика выпуска новых спектаклей. Это великое право дано режиссерам, дирижерам, то есть если есть план, его надо выполнять, на нас обращают внимание, государство нам помогает, содержит, и мы должны это все отрабатывать. Это такая, знаете, административная проза, но от нее нам никуда не деться. Открытие 86-го театрального сезона в Донбасс-опере состоится 26 августа. Это событие приурочено ко Дню шахтера. Уже в сентябре месяце коллективом театра запланированы гастроли в Волгограде и Воронеже, где будут представлены масштабные оперы «Бал Маскарад» и «Турандот». Также в новом сезоне театрам намечено поставить оперу «Пиковая дама» и спектакль «Малыш и Карлсон». Так что, уважаемые зрители, в новом театральном сезоне Донецкого театра оперы и балета вас ждет множество приятных сюрпризов. «Окна призма жизни» – так называется новая выставка, которую представил художественный музей арт «Донбасс». Посетители выставки имеют уникальную возможность познакомиться с произведениями известных донецких художников, работающих в совершенно разных жанрах и использующих абсолютно разные техники. В этой выставке мы представили как работы живописцев, нашего края, так и работы фотохудожников. И, в принципе, мы это очень интересно, на наш взгляд, умеем совместить, где одно не мешает другому для просмотра и только лишь раскрывая тематику данной выставки. «Окна» – это прекрасные символы, находящиеся повсюду в нашей жизни. В литературе многие писатели используют эти символы, чтобы раскрыть личные или социальные черты своих героев. Эти элементы особенным образом связаны с жизнью людей и культурой. Само название «Окна» уже говорит о какой-то, может быть, загадке или открытости, потому что окно – это свой взгляд, это свой мир, и не каждый открывает эти окна для других. Здесь мы видим окна, через которые смотрят наши художники на улицу. Работы разные, представлены и разного времени, но все они очень интересны. Есть вот тоже такие работы, где на фоне окна изображены будущие мамочки. Вот здесь тоже очень интересная подача, мир закрытый и мир открытый. Как это можно восприять, на что смотрит будущая мама, о чем она думает. Вот тоже интересные мысли у самих художников. Это радует всегда, потому что темы, которые мы задаем, мы даже сами порой не знаем, что из этого получится, какая фантазия обуяет наших художников, что они могут запечатлеть на полотне. О своем творческом поиске новых горизонтов изображения делятся фотохудожники Народного фотоклуба «Объектив». На данной выставке фотоклуба представлено свыше 60 фоторабот. Когда мы получили приглашение от художественного музея Орденбасс поучаствовать в выставке «Окна», были, честно говоря, приятно удивлены, удивлены их неистащимой воображением и фантазией придумать такие выставки. И приятно были удивлены тем, что у каждого из нас довольно-таки очень много работ на эту тему. Мы как-то даже не задумываясь, окна, ну окна, ну живем, снимаем свет красивый, и как-то так вот проходит все мимо. А если так вот как-то посвящались, вдумались, окна-то оказывается, это великая вещь, если даже взять окно, как прибор, который позволяет посмотреть мир сквозь непрозрачную стену. Это великое изобретение человечества. Первые шаги ребенок дома делает через окна, познает мир. Вот одна из моих фотографий как раз и представлена, младенец, рассматривающий мир сквозь окно. Ну, как бы вот такой посыл был. Окна, как источник света, жизни, что ли, фотографии. Видите, для фотографа, снимающего внутри помещения, окно как бы является, что ли, главным объектом, главным источником света. То, что свет нарисует, то мы можем представить на своих картинах. Окно – это история. История жизни, может быть. Вот на одной из фотографий у меня есть, здесь представлена старая стена, старое разрушенное окно. И в этом окне сидит, оно окно полностью, так оно старое, так как оно старое, но черное. В этом черном окне сидит черная кошка. Ее сразу же не видно, но символ или смысл был таков у меня, подача. В новое жилище мы по традиции запускаем котов. Ну, или кошечку первую. Здесь же жизнь уже закончилась в этом здании. И все-таки это кошка или кот продолжает сидеть, как олицетворение, что на этом месте, может быть, дальше будет продолжаться, ну, может быть, там строительство нового здания, может быть, там новая жизнь возродится. Поэтому окна – это можно рассматривать что-то такое безразмерное, что-то такое фантастическое. На этой выставке представлены мои фотографии и моя живопись. У меня есть работа «Вид из окна самолета» из лиминатора. Вот я возвращался из очередного путешествия, из Монголии, и как раз вот пролетая Алтай, то есть была сделана фотография. У меня есть еще работа и древние окна, и, ну, которым там десятки столетий, может, даже больше, естественно. То есть крымские города пещерные, датированные там вторым-третьим веком до нашей эры. То есть можно сказать, это тоже окна с видом на Крым. Фотография. У меня здесь на выставке представлено много работ. Именно с путешествия на Байкал по России и вот с окна старых домов, то есть зодчество, там, прошлое, позапрошлый век. Плюс у меня есть непальские окна, ну, то есть такие вот в большей степени документальные, да, больше. Одноклубовцы, у меня есть такие более художественные работы, ну, они другие. То есть мы так помешали все-таки творчество, там, художественное, наверное, художественное окно и вот такой вот документал, чтобы было интересно. Наверное, без окон наше окружение потеряло бы свою таинственность, ощущение возможностей и счастья, которое может нам открыться. За каждым окном новый мир, новые возможности и вдохновение. В нашей выставке представлены работы и из фондов уже наших, и эта работа, одна из работ Игоря Тихонова, вообще удивительное окно, оно, наверное, имеет и свою какую-то ауру, потому что сам мастер, когда была его персональная выставка, было очень много окон представлено. Мы, конечно, тогда подумали, что почему это вот, может быть, не совсем вовремя, чтобы и на нашей выставке вот такое разнообразие окон было. Ведь окно для каждого человека в разное время – это как визитная карточка. Если мы вспомним старые домики с вензелями, с красивыми ставнями, это уже говорит о том, какой человек, какой у него характер. И вот здесь тоже по окнам, которые изображают художники, можно понять, какие они на самом деле. Весь летний период можно прийти, посмотреть. Мы подготовили специальное интересное слайд-шоу различных фотографий и работ, которые не вошли в эту выставку. Разные тоже и квесты, интересные викторины подготовили для наших посетителей, как для групп, так и для индивидуальных посещений. То есть это интересно, можно провести время и тем самым порадоваться за наших художников. В Донецкой Республиканской универсальной научной библиотеке имени Надежды Крупской представлена книжная выставка «Уникальные памятники старообрядческой литературы». Активисты Макеевского подразделения нашей организации помогали в организации данной выставки. Мы считаем это необходимым, поскольку после распада Советского Союза общей идеологии государства больше нет. В идеологическом многообразии мы видим разобщение общества, мы видим, как создаются конфликты на ровном месте. Например, наша война, она в том числе и духовная, поскольку украинская сторона, она в основном катализируется. То есть там насаждается католическая вера, вытесняется православная. И если не учить историю, то есть не просвещаться, не знать свои корни, не будет объединяющего начала, не будет объединяющей силы, которая может противодействовать западным агрессорам. Поэтому это основной коренной вопрос, который необходим для нашего народа, чтобы противостоять этой агрессии. Эта уникальная выставка знакомит жителей республики с подлинными книжными памятниками церковно-славянской культуры, с редкими и ценными изданиями богословской литературы 17-20 веков, которые представил из частной коллекции отец Дмитрий, церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, русского древнеправославного патриаршества города Макивки. Книги с времен Иоанна Грозного. Это в свое время при патриархе Макарии он собрал все книги, которые были переведены с реческого языка на русский после крещения Руси. И Макарий, патриарх Макарий, собрал три списка. Это в Нижнем Новгороде, Москве и был царский такой Иоанн Грозного. Также летопись, свод летописки, это история Руси. Иоанн Грозный заказал от Рождества Христова и Иоанна Грозного. Кроме того, с них были в свое время, при патриархах разных времен, были перепечатаны книги. И это потребник при патриархе Иосифе. Это большой потребник. Пролог, Мика Черной горы, Книга Верия, то есть основа православия, жития святых. И вот я их собрал в течение 20 лет и сделал выставку. Кроме того, многие книги, порядка 10, я сам пересдавал, продавал в Москве. Ну, жить как-то надо было. И я хочу, чтобы эти книги остались в Беретеке, для того, чтобы любой желающий мог прийти, как дети, так родители, прикоснуться к подлинникам. Очень интересная псалтырь. Это при патриархе Никоне был изданный. Тут, если обратить внимание, идет ровировка на срезе книжки. Это при патриархе Никоне было изданное. Это 1652 года издание. Также тут есть рукописные. Люди сами себе, литературы не хватало, писали вручную. На выставке представлены произведения печатной графики, рукописные книги, фотографии, иконы, предметы церковного обихода. ПЕСНЯ Вот книжка, которую я собрал. Тут все описано о старобрячестве. Коротко, доступно, понятно. Также Читиминей Великий книжка. Это Евангелие 1581 года издания. Ника Черной Гары интересная книга. Книга Верия. Вот книга, русская связь, которую дал 3 миллиона Владимир Владимирович Путин. Тут все старобрячество. Ну, алфавитная синтагма. Очень интересная книжка. Вот эти книги, которые я буду передавать Библиотеку Крупску, для того, чтобы им был доступ, свободный, и детвора могла. Приходите читать, приходите, прикасайтесь к нашим первым источникам, а не лже, религиям, лже-вера. Сегодня в гостях программы «Арт-коктейль» артист донецкой муздрамы Артем Чумачок. В театре он работает с 2015 года и за этот период времени успел сыграть в таких спектаклях, как «Лэдди Найт» «Только для женщин», «Тортюф», «Летучий корабль», «Барышня-крестьянка», «Чиполина» и его друзья и многие другие. Не так давно артист вернулся из Российской Федерации, где проходил обучение в 11-й международной летней театральной школе Союза театральных деятелей в подмосковном Звенигороде с 3 по 29 июня. В этом году из почти 2,5 тысяч заявок было отобрано 88 участников со всего мира. По окончании все выпускники получили дипломы государственного образца о повышении квалификации. Своими впечатлениями о поездке в эксклюзивном интервью с нами поделился Артем Чумачок. Впечатления у меня только положительные, только хорошие. Я стал счастливчиком и мне повезло попасть в 11-ю международную летнюю театральную школу Российской Федерации СТД. Сама школа это большой такой дом, дом творчества. Своего рода такой как сказать заповедник любви и добра. Будучи там я и участники школы не хочу говорить жили в прошедшем времени скажу живут потому что возвращаясь оттуда сюда в Донецк из города Звенигорода я еще видел в лицах прохожих обычных людей с которыми я учился и мы жили только творческими порывами только желанием познать себя познать себя в профессии познать что-то новое для себя и в первую очередь открыть себя как актера это профессиональная переподготовка это тренинги это постоянные мастер-классы с известными деятелями искусства города Москва и Санкт-Петербурга это занятия с выдающимися педагогами ведущих вузов Москвы для себя я обрел конечно большой опыт связанный с моей профессией это мастер-классы творческие встречи работы над спектаклями выпускными в конце в конце школы выпускалось пять спектаклей два драматических один пластический спектакль один кукольный спектакль и один цирковой уличный перформанс куда попал я я задавался вопросом почему я попал именно туда после кастинга но им было важно чтобы актер драматический понимал что такое цирк понимал что такое работа со снарядами работа с тяжелыми предметами этот уличный перформанс проходил у нас в городе Москва мы сдавали спектакли два раза на Камергерском переулке был ну и сама сдача проходила в Звенигороде в этой элитной театральной школе были мастер-классы народных артистов Российской Федерации таких как Александр Збруев Лев Додин народный артист Латвии Адольф Шапира вообще как проходили эти все мастер-классы нас собирали в зале мы усаживались в кресло они выходили на сцену ну и рассказывали о себе о театре о том чем они занимаются безусловно было их слушать очень интересно и очень познавательно для себя впитываешь ты впитываешь это все ну запомнить все что они говорили ну невозможно но я запомнил слова Лева Додина то что дорогие друзья вы выбрали себе очень тяжелую профессию актер и в основе этой профессии лежит небольшая фраза работа над собой работа над собой и еще раз работа над собой я даже себе записал в блокнотике после его мастер-класса жирными такими буквами я тире личность и большой восклицательный знак ну и спектакля из своего цирковой перформанс уличный я научился кувыркаться научился делать правильно колесо практически научился делать сальто вертеть кубы работа с большими предметами такими как кубы металлические работа на цирковом профессиональном реквизите ренском колесе колесе сира был такой реквизит как назывался он мандула мы смеялись конечно что за название мандула мандула чехарда так называли это такая лестница в основании которого лежит два колеса она стоит на них в основании треугольник с грузом 380 килограмм ну и человек берется за один конец лестницы и прилетает на другую сторону делая какие-нибудь цирковые фигуры с нами работала режиссер нашего перформанса была Елена Польти это наследник знаменитой цирковой династии это режиссер постановщик цирка на цветном бульваре имени Никулина я просто обновился для себя я знаю что такое цирк и что такое работа с предметами это можно использовать в театре я не говорю что то чем я занимался в перформансе в городе извини говоря в детной театрной школе я не могу принести в театр могу конечно принести в театр и использовать где-то в спектаклях может быть но это как уже на усмотрение режиссера вообще хочется конечно более серьезной роли ну и комедийной роли я считаю что я комедийный более артист я в этом жанре себя чувствую более свободный ну артист должен артист должен быть разноплановым ну как и комедийный как и драматический но мы артисты такие сложные люди и нас тяжело понять кто мы есть на самом деле людей другой профессии всегда интересовало что такое актер какова его профессия как он входит в образ как он учить ты запоминает все тексты как он переходит из состояния в состояние я считаю что нужно верить когда ты веришь и выходишь на сцену и зритель тебе верит и верит в то что ты делаешь потому что живое может вырасти только из тебя тяжело конечно запоминать эти все тексты запоминать миссан сцены проживать образ внутри себя это такой достаточно объемный план работы для себя как для человека как для актера актер прежде всего должен развиваться и должен ездить на такие школы летние театральные встречи мастер-классы без этого ты в себе закроешься и будешь узко мыслить в рамках надо расширять свое сознание это все культурные события которыми мне сегодня хотелось поделиться с вами на этом я прощаюсь пусть отдых на море обязательно удастся ярких солнечных дней и приятных сюрпризов до встречи